Приветствую первого своего гостя, второго приветствую, третий пошёл, четвёртый пошёл. Здравствуйте! А если меня слышно нормально, то дайте знать, пожалуйста, что меня слышно. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Присоединяются мои дорогие подписчики, всех очень рада видеть. Машу ручкой. Напишите, плюсик поставьте, если слышно, чтобы я уже понимала, что можно начинать. Ага, всё отлично. Так, я сегодня работаю на две камеры. Тут у меня одна камера пишет для Ютуба, в записи пойдёт эфир. Так, сейчас. И вторая камера на смартфоне, прямой эфир в Инстаграм, поэтому я буду туда-сюда мелькать глазами. Значит, я хочу уложить свой лимит 20 минут, чтобы вот эту тему прокрутить, зачем нужно очищение. Но если я пойму, что 20 минут мало, и что мы не успеваем осветить все вопросы, которые возникнут по ходу эфира, то я продлю. Просто у меня камера заряжена на 20 минут съёмки, и если мы не успеем уложиться, я тогда просто встану, переключу камеру ещё раз на повтор, а вы просто никуда не уходите. Договорились? Так, я, знаете, хочу сделать такое вступление, что я вообще не люблю прямые эфиры. До недавнего времени я очень не любила их проводить, и у меня для этого есть две веские причины. Первая причина – это то, что я частенько ругаюсь матом. Вот когда я записываю видео, и когда мне что-то не получается, ну, как-то не так склеила слова, или что-то там косноязычно сказала, у меня вырывается матом, вот, и если я записываю это просто для Ютуба, я потом монтирую видео, я режу, вырезаю мат, склеиваю, и получается всё чисто. Но на прямом эфире мат не вырежешь, поэтому я как-то на последнее время избегала этих эфиров. Вот, но сейчас… А, ещё вторая причина, почему я избегаю, потому что банально какой-то страх накрывает. Страх, что ты налажаешь, что скажешь что-то не то, что ляпнешь какой-нибудь чушь, сморозишь, а потом как её, это, ну, выправлять. Вот. Но спасибо за сердечки, за приветствие. Но дело в том, что жизнь такова, что без прямых эфиров нынче не обойтись. Поэтому я нажала себе на… наступила себе на горло и решила так, что несмотря на страх, несмотря на свои… свое пристрастие к матерным словам, я всё равно буду проводить прямые эфиры. Тем более вот такая слабодневная тема. Итак, ладно, я перехожу к теме. Зачем нам нужно очищение? Я в комментариях постоянно получаю такие реплики, возмущённые. Да чё вы там, про какое-то очищение, на кой чёрт это надо очищаться? Наш организм сам прекрасно очищается от природы. Да, пять баллов. Наш организм сам прекрасно очищается от природы. И это заложено, в нём эта функция – самоочищение, самовосстановление, самооздоровление. Да, всё правильно. Но если бы мы были теми самыми Адамом и Евой, которые гуляли в запретном… в райском саду и кушали запретные яблочки, нам бы, наверное, не нужно было ни от чего очищаться, потому что кроме яблочек мы, скорее всего, ничего бы и не ели. Но мы сейчас жрём, простите, столько всякой хрени, столько говна… Ой, вот, пожалуйста, видите, прямой эфир. И уже вот вырывается. Столько всякого дерьма мы кушаем. Если бы мы не жрали продукты с ешками, нам бы не нужно было очищаться. Если бы мы не жрали много сладкого и мучного, нам бы не нужно было очищаться. Если бы мы не злоупотребляли мясом, колбасой, яйцами, творогом и прочими животными белками, нам бы не нужно было очищаться. Но мы, к сожалению, всё это жрём, мы всё всем этим злоупотребляем, мы едим больше, чем нам нужно по природе. Поэтому современные люди пришли к такому состоянию, что если они не будут очищаться, то они будут хереть, болеть, разваливаться по частям и очень рано заканчивать свою жизнь. Или не рано, но очень плохо и тяжело будут заканчивать свою жизнь. Вот к чему мы пришли. Поэтому нормальному, трезвомыслящему, современному человеку, который хочет жить здоровой жизнью, активно и долго, нужно периодически очищаться. И вот мы подошли к необходимости, что нам нужно очищаться. И вопрос, спасибо, что я хорошо выгляжу. Да, мы жрали, да. Но мы ели, хорошо, мы ели. Да, вот поэтому я и говорю, что надо следить за своими словами. А в прямом эфире следить за своими словами не очень получается. Но дело в том, что это на самом деле так, что если мы злоупотребляем едой, то мы действительно жрём. Я думаю, что среди тех, кто сегодня на эфире, наверное, скорее всего, всё-таки это большинство, наверное, все разумные люди, которые всё-таки следят за своим питанием. Но всё равно знать глубже эту тему очищения нам нужно. Итак, нам нужно очищаться. Вопрос, как? И сейчас мы окунаемся в тему пищеварения, потому что нужно понимать, что пищеварение – это процесс, который не совместим с очищением. То есть, когда мы живём в обычной жизни, мы днём кушаем, да, кушаем вот так вот, ласково и нежно, мы кушаем, да, и у нас происходит пищеварение. А вот ночью, когда мы спим, мы не кушаем, и пищеварение отсутствует. А наш организм устроен так, что если нет пищеварения, то включается очищение. И когда мы спим, мы очищаемся во сне. Вот это как раз то самое, что имелось в виду под словом «организм самоочищается». Да, он самоочищается во сне. И когда нам нужно его очистить больше, чем он это может сделать самостоятельно, мы включаем функцию очищения 24 часа в сутки. Вот это вот как раз и есть то самое, либо сухое голодание, либо водное голодание, либо условное голодание, как по огонянам. Это то, что практикую я, и то, чем мы занимаемся вот на марафоне по очищению тела, по обновлению тела. Есть несколько, ну, а может быть даже и много разных способов очищения, но поскольку я практикую условное голодание по огонянам, я и говорю вот именно об этом способе. Условное голодание по огонянам. Огонян молодец. Она придумала условное голодание. Вот это слово «условное» оно и как раз и говорит о том, что это голодание не в полном смысле слова. Оно условное, оно на жидкостях, на жидком питании, на травяном чае с медом, на соках свежевыжатых. Поэтому такое условное голодание переносится как форма очищения очень легко. Те, кто голодали на воде и по сухому, они знают, что это довольно тяжело, что случаются кризы, что случается плохо, ай-яй-яй, и там и тошнит, и сознание теряют, и всё. На условном голодании такого не происходит, поэтому я готова до земли прям в ножки кланяться в марве огонять за то, что она пропагандирует такой способ очищения, и что он доступен практически всем. Очищаться надо, а в чём глубокий смысл этого процесса? Так вот я и объясняю. Глубокий смысл в том, что если мы не будем очищать своё тело периодически от накопленных шлаков и токсинов, а накапливаются они в результате вот этого самого жорева, то, что мы очень много едим, мы переедаем, мы едим смешанную еду, мы едим всякую еду, напичканную токсинами, мы едим плохо сочетаемые между собой продукты. От этого мы загрязняемся. Загрязняется в первую очередь кишечник, и автоматически от него загрязняется организм человека. Всё идёт через кишечник. Поэтому в этом и есть глубокий смысл очищения, что суть процесса состоит в том, что когда мы выключаем пищеварение, то есть мы не употребляем твёрдую пищу, у нас включается очищение. И чтобы очищение проходило легко, мы очищаемся на жидком питании, то есть на травяном чае и соках. Вот эту тему мы очень подробно освещаем в нашем марафоне, которую мы сейчас проводим. Первый поток уже идёт в работе, второй поток в стадии набора. Почему я сейчас заговорила о кишечнике? Потому что вся суть очищения сводится к очищению кишечника. Как бы мы этого хотели или не хотели, но кишечник – это главный орган, который отвечает за общее очищение организма, соответственно, за общее оздоровление организма. Почему? Потому что в кишечнике живёт микрофлора. Только она бывает разная. Она бывает хорошая, полезная, здоровая. Здоровые бактерии, которые отвечают за наше здоровье. В первую очередь за иммунитет. Иммунитет – ключевое слово. Почему мы сегодня так много говорим об очищении? Потому что очищение кишечника приводит к благоприятным условиям для того, чтобы размножить здоровую, полезную микрофлору. И именно здоровая микрофлора будет отвечать за наш иммунитет. Патогенная микрофлора, которой наполнены кишечники большинства современных людей, не может обеспечить здоровую атмосферу, не может обеспечить хороший иммунитет, хорошее здоровье. И, соответственно, мы страдаем от последствий патогенной микрофлоры, от последствий её жизнедеятельности. Потому что последствия жизнедеятельности патогенной микрофлоры – это слизь, это шлаки, это гной часто бывает. И поэтому мы должны думать прежде всего о том, чтобы навести порядок к кишечнике и завести там хорошую микрофлору, здоровую. Хорошо это прекрасно, очищение очистились. А дальше что? Как не сорваться после этого очищения? А это вот уже второй этап. Спасибо за хороший вопрос. Это уже второй этап – выход из очищения, выход из условного голодания. Это целая отдельная тема, отдельная песня. Поэтому меня всегда очень удивляет, когда люди присылают мне вопросы. Вот я проголодала там 7 дней, 14, 21, а что мне, как мне выходить? Я не знаю человека. Первый раз вижу, кто он такой, чего он там, что у него болит, какие у него заболевания, как он питался. Потому что выход – это дело такое очень тоже тонкое. Да, оно есть общая методика выхода, но бывает, что не всегда и всем она подходит, потому что у человека имеется то или иное заболевание. У кого-то гастрит, у кого-то колит, у кого-то рефлюкс, у кого-то там еще какой-то недуг. И часто бывает, что приходится индивидуально подстраиваться под этого человека, под его заболевание и сочинять ему индивидуальный выход, чтобы он не сорвался. За срыв после условного голодания отвечает опять-таки патогенная микрофлора. И здесь получается такой… Сейчас, секунду, я переключу камеру. Не уходите, сейчас я быстренько. Спасибо за ожидание. Я просто включила заново камеру. Значит, за выход отвечает опять-таки микрофлора. Если на выходе нас начинают обревать вот эти страстные желания съесть какой-нибудь дряни опять, то нужно понимать, что мы не до конца расправились с патогенной микрофлорой. То есть мы не очень хорошо ее почистили. Поэтому здесь кроме осознания этого и кроме осознанного отношения к себе ничего не поможет. Но если вы будете продолжать правильно входить на сырой растительной пищи, то вы будете по-прежнему обеспечивать хорошую платформу для здоровой микрофлоры и плохую платформу для патогенной микрофлоры. И все равно разум победит, хорошее победит, добро победит. И эти пагубные пристрастия, они уйдут. Привет с Турции, вам тоже привет. Это правда, микрофлоры нами управляют. Конечно, об этом сейчас уже очень много говорится, пишется. Везде проводятся эти семинары микробиологов, выкладывается все это в общедоступную сеть. Это на самом деле так. Мы состоим из микробов, из бактерий. Они есть разные, их очень много. Мы полностью ими наводнены. И поэтому не считаться с этими бактериями нельзя. Мы должны... Я голодала 5 дней и потом сорвалась. Да, потому что 5 дней это недостаточный срок для того, чтобы поработать как хорошенько со своей микрофлорой и заставить уйти патогенную и вырастить здоровую. Ну да, 5 дней это не такой совсем маленький срок. Вот за эти 5 дней организм только-только начинает понимать, что происходит. То есть он начинает отдавать в кишечник шлаки и токсины, он начинает их вычищать. Но и, конечно, за 5 дней пока рано еще говорить о том, что мы уже создали у себя микрофлору. Микрофлора создается как раз на выходе. То есть на очищение мы очищаем себя от следов жизнедеятельности патогенной микрофлоры. А на выходе мы начинаем заселять себя здоровыми бактериями. Потому что здоровые бактерии, то есть полезная микрофлора, питаются сырой растительной клетчаткой. И когда мы даем себе ее в достаточном количестве, получается, что мы обеспечиваем кормушку здоровым бактериям и их жилье. Потому что они еще и живут в этой клетчатке. А если очищаю и довольно часто, и 10 лет веган, а нет и нет, хочу коньяка, что делать, что выпить коньяка, что алкоголь в минимальной дозе полезен. Вы можете, да, задавать свои вопросы по ходу того, как я рассказываю дальше. И вот теперь плавно перехожу к этому самому марафону. Марафон по очищению организма. Дело в том, что я всегда была заядлой противницей марафонов. Меня приглашали там где-то участвовать в качестве ведущего, соведущего. Но я всегда была против, потому что я считала до последнего времени, что очищение организма – это такая индивидуальная работа, которая требует индивидуального подхода. И здесь нужно работать в такой интимной, индивидуальной обстановке, думала я. Да, но когда меня пригласили вот в этот марафон, который сейчас проходит и ведется он в закрытом аккаунте Instagram, а также проходят семинары у нас в закрытом доступе в Zoom. Так, сколько дней надо голодать по огням минимум? Ну, минимум это семь, но это смотря опять же по состоянию человека, то есть смотря какое у него состояние. Рассматриваются какие заболевания, какое было питание и так далее. Но вообще оптимально 21. Может ли голодание уменьшить узлы щитовидки? Да, есть такие примеры, уменьшают узлы. Так вот, когда меня пригласили участвовать в марафоне в качестве консультанта, я сначала отказалась, но потом, когда поняла, что на самом деле есть в этом смысл, сейчас объясню, почему я поняла. Дело в том, что организатор марафона – врач, вот самый настоящий врач, врач от медицины, да, Татьяна Алексеева, и когда она мне объяснила, что насколько выгодно это нам партнерство в том плане, что у меня нет медицинского образования. Да, у меня есть опыт очищения, у меня есть опыт работы с клиентами, которые проходят очищение, но у меня нет медообразования. И это очень важно, на самом деле, когда работаешь в паре с человеком, имеющим медицинское образование, и получается, что мы как бы стелим соломки для тех, кто участвует в марафоне, потому что на каждую проблему или проблемку, которая может возникать, мы стелим соломку, я со своей стороны, а врач со своей. Поэтому я подумала, подумала и согласилась. И то, что я увидела сейчас в марафоне, сейчас расскажу, что я увидела, я поняла, что не зря я согласилась. Вены сдуваются. Да, вены сдуваются, потому что я, когда я входила в свое первое очищение, я имела отекшие ноги по причине варикоза. Варикоз у меня очень давно, с 21 года, с первой беременности. Я имела отекшие ноги и набухшие вены, когда входила в 16-м году в свой первый курс очищения. По истечении трех недель отек спал, отеки спали на ногах, вены стали более плоскими, и больше с тех пор у меня не было ухудшения этой ситуации. То есть она как бы замерла на одном уровне. Ну, вены есть, но они такие не выпершие, они как бы там, видно, что они есть, но они довольно такого скромного размера. Но самое главное, что больше не было отеков никогда. Вот уже 4 года прошло. За эти 4 года, что я регулярно провожу курсы очищения и соблюдаю здоровое питание, отеки больше не возникали, болей не было никогда, и варикоз не прогрессирует. Это то, что я могу ответить за себя. Вот, я не договорила, почему я не пожалела о том, что я пришла работать в марафон, потому что я увидела, какая атмосфера воцарилась в чате. У нас есть закрытый чат в WhatsApp. Ссылку на марафон не могу найти, где она. А, ссылку никакую не надо, я просто потом в директ мне напишите, кто хочет узнать больше. Я дам номер WhatsApp организатора, она вам напишет и все объяснит подробно, как, что, где, чего, куда и как. Так, значит, да, вот атмосфера в марафоне. Я когда увидела, как женщины друг друга поддерживают там, я просто, ну, офигела, да, грубо говоря. Бая, так почему я сорвалась после, сильно был зашлакован кишечник? Ну, наверное, да, Наташа. Вот эта поддержка взаимная, которую они друг другу дают в марафоне, не только поддержка вот именно по теме, по теме там, кто как очищается, у кого как это проходит, но, да, можно пить воду при ОГЭ, но и поддержка просто моральная и психологическая. Вот когда кому-то плохо, ну, не то, что плохо, а вот как-то, ну, не может, да, как-то вот там, что-то настроение упало или что-то голова заболела. В чате всегда есть поддержка. Кто-то анекдот, кто-то какой-нибудь там смайлик, кто-то веселые шутку-прибаутку, картинки, там, видео. Они друг другу пишут, присылают. Они общаются весь день. Как долго будет марафон длиться? Я думаю, что бесконечно они будут долго длиться, потому что вот я сейчас рассказываю о том, что я увидела в марафоне, что я увидела в чате. Это просто живое человеческое общение. А поскольку мы сейчас все самоизолированы, все находимся в этих жутких условиях, в четырех стенах, вот это общение, которое происходит в чате, общение единомышленников, общение людей, ну, девочек, я так называю, потому что на самом деле женский коллектив собирается, и они все друг другу как родные. Вот это общение, которое происходит на общей волне и на единой теме. Это очень важно. Потому что я думаю, что не просто так иногда вот срываются люди, там, либо срываются с самого УГ, либо срываются на выходе. Может быть, очень часто они срываются от одиночества, что когда им плохо, одиноко, и рука тянется там к колбасе, просто нет того человека, который дал бы им по руке, или там потряс за шкибок и сказал, ну-ка, пошли в чат, поболтаем. Я помню, как вы голодали, вас поддерживали только книга Марвы, переживала за вас, спасибо. Да, правда, когда я голодала в первый раз, меня никто не поддерживал, ну, как, поддерживал меня там муж, но он-то ничего не знал об этом. Спасибо, люблю, уважаю, я вас всех тоже очень люблю. Есть ли смысл в регулярном еженедельном голодании продолжительностью в один день? Да, есть смысл, об этом еще и Поль Брек писал. Считаю, что есть смысл, это очень хорошая практика. Да, от одиночества. Да, Наташа, скорее всего, от одиночества. Поэтому я и говорю, что вот эти эфиры, где собираются эти намышленники, они так здорово, девчонки поддерживают друг друга, вот поэтому я и сказала, что да, здорово, что я пришла голодать только на воде. Да, но это тяжело. Можно, но это тяжело. Проще на соках. Так, значит, на чем я остановилась? Ну да, вот то, что поддержка о марафоне. Я думаю, что они будут длиться еще очень долго, и я не вижу смысла их убирать или прекращать эти марафоны, потому что это реально польза людям. Реально польза. Так, я могла пропустить какие-то вопросы, потому что они уходят вверх. Если я не отвечаю, то вы можете их продублировать. Если силы воли нет выйти на голодание, что делать? Идти в марафон. Потому что, еще раз говорю, групповая поддержка очень важна. У нас в марафоне три наставника. Вот Татьяна Алексеева, врач. Я как консультант по очищению. И Мила Яковец. Вот. Мой брат голодает по полюбрегу, болячек много ушло. Совершенно верно. Это очень хорошая практика. Мила Яковец. Это тренер. С советовым я не общаюсь. Я просто внимательно слежу за его деятельностью. Тренер по лимфодренажной гимнастике. Почему очень важна лимфодренажная гимнастика во время условного голодания? Какие условия на марафоне? Это все расскажет организатор марафона. Вам нужно будет просто мне в директ написать свой номер ватсапа. Я вас соединю с Татьяной, с организатором. Она вам все очень подробненько объяснит об условиях и как все это проходит. И там тогда уже можете определиться, как вам. Будете вы участвовать, не будете, когда будете и так далее. Так, сбилась с мысли. Советов выпустил в итоге про энергию или нет? Не знаю. Вот сюда мне, в прямой эфир вы не пишите ваши эти ватсапы, пишите мне потом в директ, как подготовиться к марафону. Надо что-то купить в аптеке. Вот когда вы заявляетесь, пишете свой ватсап, я вас соединяю с организатором, с Татьяной, и она вам скидывает все условия. То есть, как подготовиться. А условия она вам может скинуть, даже если вы еще не вступили в марафон. Просто она объяснит, как нужно что приобрести. И после оплаты вас уже включают вот в эту закрытую группу, в закрытый чат, и там вы уже начинаете общаться непосредственно с экспертами. А, я вспомнила, о чем я говорила. Я говорила о лимфодренажной гимнастике. Почему она важна? Так, спасибо, что я вдохновляю. Почему не показываете ваши тренировки? Какие тренировки? Уточните, какие тренировки? Значит, когда мы заходим в очищение, мы должны привести в движение лимфу. Потому что лимфа – это канализационная система. Лимфа выгоняет отходы через кишечник наружу. То есть из кишки наружу нашего тела. Значит, кишечник изнутри ворсинчатый. Каждая ворсинка имеет внутри канальчик. Каждый канальчик открывается порой. Через этот канальчик и пору лимфа выводит как раз грязь. Так вот, если у нас кишечник забит, и поры забиты слизью, грязью, каловыми массами и прочей нечистью, значит, лимфа не может вывести через этот канальчик свою грязь. Получается, что лимфа стоит. Поэтому очень важно одновременно проводить очищение организма, кишечника в первую очередь, и заниматься лимфодренажной гимнастикой. То есть, с одной стороны, мы очищаем кишечник, освобождаем вот эти поры, да, для выхода грязи. С другой стороны, приводим в движение лимфу, чтобы лимфа выводила грязь из нашего организма. Вот. Поэтому тренер по лимфодренажу, Мила Яковец, дает очень хорошее, классное, я сама по ним занимаюсь. Потому что это был мой пробел, моя такая черная дыра, лимфодренаж. И вот сейчас я сама занимаюсь, смотрю занятия, которые показывает нам Мила, упражнения, и сама начала заниматься. Классно. Так, при голодании нужно делать каждый день тюбаж? Нет, тюбаж можно сделать один первый день, либо три дня подряд, но не каждый день. Я там уловила вопрос, про что я не показываю, что я на лыжах ходила. Да, это тоже мой пробел, я не доходят руки делать записи своих тренировок, но я обязательно исправлюсь, я обязательно буду это показывать, буду это снимать и показывать. Сейчас вот карантин снимут, эту самоизоляцию, буду выходить на природу и показывать. Может, даже и в квартире покажу что-то. Мед, когда у вас можно купить, но будем надеяться, что в этом сезоне получится. Просто в прошлом сезоне у нас не урожай случился, не только у нас, но вообще и по всей округе. Вот, там это было связано с летом, с холодным. Может быть, в этом году, если будет все хорошо, может быть, уже можно будет купить. Так, спасибо, спасибо. Ждем тренировки. Да, будут тренировки. Буду показывать. Ну, давайте тогда, у нас еще осталось, вот если до окончания 40 минут, еще где-то минут 7 есть, давайте еще вопросики тогда покидайте. И я пока поотвечаю, если они у вас есть. Кто, если я упустила вопросы и не ответила, вы продублируйте еще раз их, напишите, потому что лента быстро уходит. Я не успеваю смотреть. Вот. Поэтому я во-прежнему, конечно же, провожу индивидуальные консультации, индивидуальное сопровождение по очищению вместе с коррекцией питания. Но это стоит дороже, чем марафон. Потому что это индивидуальная работа и она требует более глубокого погружения и она требует больше кропотливого труда. Суставы, да. Кстати, суставы – это самое, ну, такое отзывчивое. Вот, судя по себе, сужу, да, суставы – это самое быстрое, что начало у меня проходить. То есть боль в суставах начала проходить именно прямо вот в самом начале. Если это тяжелые формы, допустим, артрит, ревматоидный артрит, да, то, конечно, нужно длительное лечение. То есть несколько курсов подряд в течение года, там, 3-4 курса, а потом еще дополнительно. Но вообще это все, конечно, поддается лечению. Можно на стакан ложку меда или обязательно две. Мед по вкусу. Мед и сок лимон по вкусу. Взвешиваюсь. Я не взвешиваюсь вообще. Я застыла на отметке 55 килограмм. Как относится к лекциям Юрия Фролова? Ну, я его не слушаю. Почему-то у меня к нему это... Не ложится он мне, его лекции мне в голову. Вот. Не знаю почему. Мне как-то ближе советов. Хотя, в принципе, я его уже всего советов прочитала и просмотрела. Уже все понятно. Сейчас стараюсь слушать и читать других лекторов, а также читаю очень много литературы по учебе. Я же учусь в институте натуропатии, поэтому сейчас очень много литературы по программе. Вы бегаете? Да, я показывала в Инстаграме, у меня был безопасный бег с лыжными палками. Можно найти там ролик у меня. Полистайте мои посты. Там есть безопасный бег. Да, я занимаюсь. Три позвоночные грыжи. Без таблеток не могу. Все равно нужно... Даже грыжи и таблетки все равно нужно внедрять в свою жизнь очищение. Советов умничка. Да, согласна. Как удержать вес после выхода из ОГЭ? Продержаться 4-6 недель на сырой растительной пище, а затем перейти на правильно здоровое питание. У меня есть курс, обучающий курс по здоровому питанию. Он недорогой, стоит всего 1900. Если интересно, напишите мне, дам ссылку, как его заказать. После голодания набираю 2 кг. Это же нормально? Да, это нормально. Почему вы в очках? Потому что я плохо вижу. У меня дальнозоркость старческая. Продолжение следует... Продолжение следует...